Дорогой мой друг, перед просмотром данного ролика обязательно проверь, подписан ли ты на мой канал или нет, и если нет, то обязательно подпишись, тем самым ты мне очень сильно поможешь. Желаю всем приятного просмотра, ну а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, дорогие друзья, мы сейчас находимся на сайте, где продают те самые аккаунты. У нас на балансе есть 500 рублей. Ну и давайте на эти деньги сейчас прикупим себе для игры какой-нибудь такой нормальный аккаунт. Топ аккаунт для начала, топ телефон, айфон, икс золотой, стоит 2-3 миллиона, много аксов, скиллы. Блин, что-то за 15 рублей на самом деле очень дешево, попахивает каким-то разводом. Я вот смотрю статистику его аккаунта, только никакого айфона здесь нету, только вот какой-то Huawei P35 Pro. В общем, какой-то разводило. Так, вот в принципе тоже неплохо. Аккаунт с Maverick TT, плюс 10 миллионов, плюс на руках, 10 левел, 200 плюс доната, много всякой всячины в инвентаре. Ну, это уже интересно. За 300 рублей вот такой вот мажор. Опа, возникла ошибка. При проверке ботом возникла ошибка. Заблокирован на 1998 дней. Походу этот аккаунт уже попросту забанили. Так, вот в принципе тоже что-то интересное. Уровень 14-17, деньги 34 миллиона, донат 910. Так, ну вот и вправду у него 34 миллиона, чуть меньше 1000 азакоинов. Ну, как бы да, аккаунт довольно-таки такой мажорский. Ну, если сейчас мы ничего интереснее не найдем, то скорее всего я его и куплю. Короче, я так подумал, я скорее всего куплю вот этот аккаунт, на котором просто куча денег, ну а также доната. Давайте покупаем данный аккаунт. Алексей Кононенко, ага. Конечно, пароль Алексея у тебя просто самый топовый. Сейчас посмотрим, что это за такой аккаунт за 463 рубля. Так, вот в принципе мы зашли и давайте вот залетаем на сервак. Пароль мы ввели, все, на серваке вот мы появились. Денюшка, вот у нас набалтывается. Мы купили довольно-таки такой мажорский аккаунт. Давайте, наверное, сразу зайдем в меню нашего персонажа и посмотрим, что у нас вообще тут есть. Действие персонажа, моя статистика, водитель автобуса, деньги 34 миллиона. Текущее состояние азекоина в 910. Ну, в принципе, все, что здесь есть, это очень много денег, много азекоинов, ну а также вот 14 уровень. Ну и помимо этого еще вот статус голд випка. В принципе, за такую цену довольно-таки неплохой аккаунт. Касаемо автомобилей, тачки у нас нету, дома, я так понял, у нас тоже, да, вы не проживаете в доме. Дома у нас тоже никакого нету, мы живем на вокзале. Ну, в принципе, так как у нас такое большое количество денег, мы можем, в принципе, поехать к автобазару и купить себе какую-нибудь крутую тачку. Касаемо азекоинов, у нас вот есть еще вот 910 азекоинов. Давайте посмотрим, куда бы можно было бы их потратить. Пятизначный номер мне не нужен, так, телефон тоже мне не нужен, рулетки, покупка машин. Ну, можно просто на самом деле все азекоины перевести в верты и получить за них довольно-таки кругленькую сумму. Наверное, да, я просто возьму и все азекоины просто переведу в верты. Давайте все 910 азекоинов переводим, все. Вы успешно перевели 910 азекоинов на 10 миллионов. За наши 910 азекоинов нам предоставили 10 миллионов. 44 миллиона есть на нашем аккаунте, что реально довольно-таки неплохо. Сейчас давайте постараемся максимально грамотно распределить наши денюжки. Так, вот я, в принципе, вижу какую-то аренду, давайте сейчас возьмем какую-нибудь тачку и направимся к автобазару. Вот такая вот красавица, а ну-ка иди сюда. Перед тем, как мы будем покупать машину, нам еще нужно будет обязательно заселиться в отель. Потому что, насколько я знаю, без жилья иметь автомобиль тут нельзя. Но отель, он, в принципе, стоит копейки, максимум, сколько мы за него дадим, это 1050. Сейчас, ребята, кстати, уже полным ходом идет учеба. Сегодня 2 сентября, 10 часов по московскому времени, и онлайн на серваке составляет 560 человек. Когда ранее, в это время, будучи летом, онлайн в это время уже был, то есть, под 1000. Ну, а сейчас, из-за того, что вот началась учеба, онлайн вот так вот неплохо так просеял. Но все равно, вопреки этому, 1000 человек онлайна к вечеру набирается. Так, ну мы уже въехали в город Сан-Фьерро. Давайте сейчас где-нибудь по пути заселимся в какой-нибудь такой более-менее нормальный отель. Вот, в принципе, неплохой отель, у которого есть еще вот такая вот подземная парковка, где я смогу припарковать свою новую машину. Давайте вот заселяемся в пятый номер, 25 тысяч, предоплата, все, заселяемся. Так, вот, короче, наш номер, давайте вот прописываем команду hotel, проплату за проживание, ну и давайте 1040 сейчас сюда закинем. Так, ну вот, в принципе, мы подъезжаем к автобазару и давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Заезжаем и давайте глянем. Так, тут продают вот какую-то такую вот лодку, продают вот такую неплохую красивую тачку, всего лишь то есть за 800 тысяч. Хм, туризма, нифига, какой у него красивая туризма. Давай, может быть, я у тебя его куплю. Выстави на продажу за 10 миллионов, 12 миллионов, гоу. Какой пробег? 500. Ну, окей, гоу. Я понимаю то, что цена этому туризму, ну, где-то миллионов 10, но так как мы как бы с вами в мажор, у нас денег много, можем себе позволить вот за столько. Вот тут чувак еще вот привез вот такую вот супру за 5,5 миллионов. Но этого туризма будет намного шустрее, намного быстрее, поэтому я куплю его. Так, вот, короче, он выставил туризма за 12 миллионов, пробег 508, ну, как бы да, все, в принципе, хорошо. Блин, плохо вот то, что тут еще вот существует такое понятие, как комиссия. Надо будет еще отдать миллион 200 вот за комиссию. Ну, что ж поделать. Давайте покупаем, вот, все. Это туризма мы, в принципе, купили и отдали суммарно, ну, где-то 13 миллионов. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот такая вот у нас теперь тачка. Насколько я знаю, она гонит где-то под 200. Быстрее этой машины только Инфернус, но по управлению эта тачка будет получше. Сейчас давайте вот еще вот заедем в магазин механики, купим себе баллончик с краской и перекрасим нашу тачку. Так, сейчас перекрасим в бомбезный красный цвет. Во-во-во, теперь тачка прям преобразилась. Это уже гораздо лучше. У нас на счету осталось еще целых 30 миллионов. Сейчас можно, в принципе, съездить в город Лос-Антос, а там уже к центральному рынку. Так, ну, к центральному рынку мы, в принципе, приехали. Сейчас давайте здесь оставим свою машину. Покупает. Так, продает. Продает, ну, всякие рулетки, ресурсы. Нам такое не надо. Оу, тут уже вот есть какие-то аксессуары. Боксерский шлем. Ну, это мне тоже как бы не надо. Так, у него из самого такого интересного есть скин вот такого лидера мафии за 8 миллионов. Ну, а также вот скейт. Давайте, наверное, купим себе вот только вот такой вот скин лидера мафии. Так, все, за 8 миллионов мы купили себе вот такой вот скин, где нигде не купишь. Насколько я помню, данный скин можно выбить только с рулетки. Ни в каком магазине одежды его купить попросту нельзя. Продам миниган на спину за 17 миллионов. Без торга. ПОКОЖИ! Так, давайте... Ох, ё-моё! Вот это будет жестко. Я, блин... Не, я готов купить его. Куплю. Насколько я знаю, этот миниган стоит 2000 донат монет. То есть, как бы, столько денег он, в принципе, может стоить. Сейчас, короче, будем покупать его аксессуар миниган на спину. Ну, типа, это реально довольно-таки редкий аксессуар. Если что, в любой момент я смогу его примерно за ту же цену его продать. Так, вот, миниган на спину. 17 миллионов. Покупаем. Всё. Спасибо. Миниган, ребята, мы у него забрали. Давайте посмотрим. Так, надеваем его на спину. Вот такая вот здоровая херотень. Ну, типа, реально довольно-таки прикольная. А ну-ка, сейчас давайте посмотрим, проходит ли в какие-нибудь организации собеседование. Так, открываем телефон. Список собеседований. Сейчас идёт собеседование в тюрьму строгого режима. Это самое ближайшее. Ну, а также вот ещё вот в армию города Сан-Фьерро. В принципе, в принципе, можно попробовать устроиться в армию города Сан-Фьерро. Мы как раз-таки там и живём. Военкомат Сан-Фьерро. Ну, погнали. Попробуем сейчас устроиться в армейку. Это какого чёрта? Чё за фигня творится? Что за бред? Отстань от меня. Я не преступник. За что? За что? Попробуем сейчас устроиться в армию города Сан-Фьерро.